Вне зависимости от того, будет у нас белым Рождество или нет, как предсказывает зеленый дятел и крот в газете Ихтулехт, все равно Рождество неминуемо приближается, как и Новый год, и мы хотим друг друга поздравить. Возможно, что поздравление красочными открытками уже отходит в прошлое, потому что все мы привыкли общаться с помощью электронной почты. Но согласитесь, что получить открытку, написанную от руки, да, и письмо, написанное от руки, очень даже приятно. И сегодня в нашей студии мы будем говорить об истории различных поздравительных открытках, о том, как они, об их истории, о том, как их можно было отправлять и что на них было разрешено изображать. И чтобы подробнее обсудить эту тему, мы пригласили в нашу студию эксперта, это филок-артист Индрик Иламец, который у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите немножко об истории этих открыток. С какого времени было принято поздравлять друг друга с помощью открыток, если мы говорим о Рождестве и других праздниках? Ну, значит, вообще до 1893 года разрешено было отправлять только открытые письма. Давайте покажем открытые письма, вот такое. Где на одной стороне адрес и на другой письмо. И там туда ничего нарисовать или что-то делать нельзя было. А в 1894 году почтовое ведомство царской России разрешило уже... Вот это уже серьезное изменение. Есть какое-то изображение в этом письме, как мы видим. И до тех пор это была монополия государства, тогда разрешилось выдавать открытки и частным предпринимателям. И, значит, это открытка конкретная. Значит, один из самых старых, который сохранился на территории бывшей царской России. И там уже поздравляют с Новым годом. Так что... Ну, здесь мы видим уже самые различные варианты, да? То есть вот такие черно-белые фотокарточки делали, которые можно было отправлять. Но хотя это тоже называется открытое письмо. Ну, да. Значит, это уже попозже. Это уже в начале 20 века там на русском написано. Да, вот здесь у нас тоже с видом старого города такая открытка на русском языке. И когда они стали распространенными? Когда действительно все жители Эстонии могли отправлять эти открытки? И это стало совершенно обычным явлением? В принципе, ну, все могли. И это не очень-то дорого было. Тариф в 1870-х годах, начиная и до 1917-го года, 3 копейки это стоило. Ну, просто не было такой традиции. И простые люди, кому они посылали? А в 1920-е годы, тогда начинали уже рисовать и выпускать много открыток. И здесь целые пачки разных. Ага. Вот интересная открытка. Она такая достойная. Ну, это один из самых... Это коллекция открыток, да? Да. Довольно необычный вид имеет, смотрите. Можно сказать, такой веер. Это один из самых старых. Это какого года? Какая дата? 1893-го года это. Но здесь нет письма, обращенного к человеку. Это посылалось просто в качестве картинки? Я. Или все-таки в качестве открытки? Ну, как картинка. Просто сопроводительное такое приятное дополнение. Да. Каким образом изготавливали эти открытки? Какие использовались, может быть, типографские приемы? Или рисовали от руки, использовали фотографии? Как они делались? Значит, в начале здесь вот вообще в царской России и в Эстонии также сами не печатали. И, в принципе, заказали из Германии и из Швеции. И заказали готовые открытки. И здесь напечатали эти поздравления просто сюда. Или с Новым годом, или с Рождеством. Ну, в 20-е годы, тогда уже начали печатать и в Эстонии. Если мы говорим о поздравлении с Рождеством, то в основном изображались библейские сюжеты, вот как на этой открытке, которую я держу. Или же популярны были и другие картинки? Ой, здесь много разных и веселых. А, вот есть такие, да, веселые. Здесь эти все... Ангелочки, которые пьют пунш? Да. По цветам луны. Ну, и здесь, здесь очень уже поздравления, очень веселые. Здесь, да, совершенно без всяких намеков. Да, и пожелание достаточно краткое, как я вижу на обратной стороне, потому что картинка уже ясно все изображает. Да, конечно. Вот интересная тоже, никогда бы не сказала, что это рождественская картинка. Тоже достаточно интересная. И этих, ну, каждый год в Эстонии печатали где-то тысячу новых. И этих сохранилось много и очень много разных. Все-таки, действительно, довольно мало люди писали друг другу. Вот, а что было принято писать? То есть, пистолярный жанр все-таки был единственным в то время, когда можно было общаться людям дистанционно. Что они писали друг другу? О каких-то бытовых вещах или рассуждали на какие-то серьезные темы? О чем они писали? На праздники, значит, эти письма были очень короткие. Но, но... Поздравляю, желаю, да? Да, такие, в принципе, можно сказать, как и сейчас в компьютере, когда ей письмо посылают, краткие, хорошие пожелания. А какие самые интересные тексты вам доводилось видеть? Вот у вас, смотрите, какая богатая коллекция. Что интересного вы вычитали из этих открыток? Вот, сейчас даже не умею сказать. Может быть, такие, которые сообщения. Почта очень хорошо работала. Например, в понедельник человек писал из Талина, что он завтра после обеда в Пет приедет и хочет, чтобы его встречали в Тарту. То есть... В Дербте тогда, да, наверное, это назвали? И, значит, человек был уверен, что за день эта открытка, эта адреса-то успеет. Успеет? Да. А на чем, кстати, привозили почту тогда? По железной дороге. По железной дороге. В основном, да. Спасибо огромное. Я благодарю экспертов нашей студии по открыткам. По открыткам. Это Фила Картист. Индрек Иломец был у нас в студии. Мы далеко не все открытки успели сегодня рассмотреть. Но, тем не менее, друзья, помните, что пистолярный жанр еще жив. И напишите, может быть, от руки своим близким маленькое письмо или открытку с поздравлениями и хорошими пожеланиями в честь Рождества.